МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поэтому важное рабочее место Виктора, цех сборки, нам снимать не разрешили. Мы только можем сказать, что это в сфере станций спутниковой связи и навигации, одного из главных производственных направлений завода. Моя работа заключается в сопровождении изделия в производстве. То есть мы разработали опытный образец, подготавливаем всю сопутствующую документацию, которая должна идти уже к тому, кто покупает. Ну, к покупателю, грубо говоря. Инженеры рассказывают, что изделий у них десятки. От вот таких, огромных, с 12-метровыми стационарными антеннами до небольших портативных станций. При этом военные изделия уникальны тем, что работают в любых условиях и помехозащищенные. Это только звучит просто, а на деле крайне сложная физика и электроника. Эта связь вот какая-то. Вот верхние слои атмосферы, где возникают всякого рода нелинейности, то сигнал от этих нелинейностей начинает отражаться. Ну, точно как от стенки, только намного меньше. Потому что львиная доля этой энергии, которая влучается вот в эту вот область, она уходит просто-напросто в космос. А мизерная часть отражается, ну, во все стороны. Вторая станция должна этот сигнал уловить. То есть, ну как, энергетика тропосферной линии, она очень напряженная. Хуже, чем спутниковая. При этом часть продукции двойного назначения. То есть изделия выпускают и для гражданского применения. Например, в их числе тропосферная станция «Гроза». Одна из самых перспективных гражданских разработок, потому что может обеспечить быстрый 50 мегабит, как домашний интернет, связью удаленные деревни. И это единственная в России разработка цифровой тропосферной станции. Чтобы разработать подобное, нужен серьезный фундамент. Он здесь есть, потому что на предприятии налажен полный цикл. От конструкторского бюро, где работает Виктор, до двух десятков цехов. О некоторых мы не знаем ничего. В других вырезают и обрабатывают детали, скручивают кабели и паяют разнообразные платы. Есть, кстати, отдельный уникальный цех – инструментальный. Инструментальщики – это специалисты наивысочайшего класса. Если инструментальщику сказать допус 10 микрон, он улыбнется и скажет «это целая сотка». Если сказать «сделай ровно», он сморщится и скажет «ладно». Если немного перевести, здесь работают над опытными образцами и деталями, когда еще нет никакого техпроцесса и нужно придумать, как все сделать и оптимизировать. Несколько раз нам рассказывали историю о том, как фильтр размером 10 на 10 сантиметров ужали до трех десятых миллиметра. Работали сразу несколько цехов и целый институт физики РАН. Естественно, это требует невероятной квалификации и молодых сотрудников. Нужно, чтобы они были не просто талантливые, еще упертые, в хорошем смысле слова. Ну, в общем, нужно отбирать молодежь. Популярность какой-то рабочей профессии, чтобы они гордились словом, допустим, инструментальщиком. За знакомство с работой отвечает свой отдел. Специалисты по работе с персоналом вообще-то тоже важное звено на заводе. Они следят за соблюдением коллективного договора, приглядывают за техникой безопасности, разрабатывают дросско для сотрудников и, главное, приводят молодежь. Все начинается со школьных экскурсий, где ребятам показывают и даже дают потрогать кое-что из оборудования. На производственных практиках и преддипломных мы ежегодно до 200 человек принимаем. И, ну, среди них, да, большое количество тех, кто к нам приходил со школы и в дальнейшем хотел бы связать с нами жизнь. А есть ведь еще те, кто связал ее до своего рождения. На заводе есть 13 трудовых династий. И Мария в их числе. Ее бабушки, дедушки и родители много лет отработали на заводе. Теперь пришел черед Марии и ее мужа. И той молодежи, которую она привела сюда. Ну и вернемся к разработкам, в том числе мирным и очень важным. В серийном выпуске уже много лет спутниковая навигация для железнодорожного транспорта. Или, например, словно привет из будущего. Передача энергии с помощью магнитных полей. Один из примеров, могу сказать, из самых удачных примеров, которые можем говорить о мировом уровне, может, даже выше мирового уровня, это Институт физики Академии наук, это лаборатория Беляева. Датчики слабых магнитных полей, это разработка Беляева. Будем говорить, фильтры на принципах полосковых фильтрах, на принципах резонаторов. Ну и те, будем говорить, фильтры, которые мы стабильно и серийно выпускаем здесь у себя, это поверхностно-аккустические волны, которые нам помогают в расчетах и прочих вопросах. Как раз именно вот эти физики этой лаборатории и этого института. Есть важные разработки с красноярскими медиками, начиная от опытных методик лечения опухолей мозга наночастицами и высокочувствительных датчиков слабых магнитных полей, а заканчивая уже серийным выпуском титановых сеток и элементов черепа. Есть даже внезапно вполне бытовые приборы в тренде последних полутора пандемийных лет. Это озонаторы, которые стоят на столе практически в каждом кабинете. Смысл в том, объясняют инженеры, что он озонатор. Ненавязчиво убивают все нехорошие бактерии и вирусы в воздухе, а за компанию создает приятный запах грозы в кабинетах. Наконец, неожиданно встречаются разработки для себя, чтобы удобно было. Вот этот лифт, например, хранит в себе десятки огромных подносов, на которые складывают детали для разных изделий. Когда приходит время сборки, то оператор вызывает нужный и остается просто взять и собрать все по инструкции. А после работы пойти танцевать, бегать за мячом или петь. И это история для заключительной серии.